Зарево войны в третий раз озарило наши мониторы. И хотя мы уже прошли кампанию и наиграли десятки часов в мультиплеере, редакция GSTV убеждена, что этого мало, чтобы вынести окончательный вердикт и понять всю важность и значимость Dawn of War 3. Но сейчас, спустя пару недель после релиза, мы хотим поговорить именно о мультиплеере и разобраться, насколько он получился удачным относительно двух предыдущих игр серии. Dawn of War 3 — это не первый Dawn of War. Да, с самого анонса игру позиционировали как возвращение к истокам, классическую РТС со строительством баз и огромными армиями на поле боя. И на первый взгляд это действительно так. Перед тем, как заказать нужного юнита, нужно возвести кое-какую инфраструктуру, а вместо ювелирного управления отрядами, как в сиквеле, юниты отчаянно бросаются в бой элементарной командой идти с готовностью атаковать. Но сам менеджмент базы максимально упростили. Зданий, которые можно построить, всего шесть, и среди них не нашлось места защитным сооружениям вроде турелей или бункеров. Вместо них подходы к базе с самого начала матча прикрывают особые вышки, снести которые вряд ли удастся без помощи тяжело вооруженных отрядов. Матч продолжается, покуда одна из враждующих сторон не уничтожит ядро на базе противника. Стилистически такой расклад очень напоминает моба, а моба-подобным был именно Dawn of War 2. Но Dawn of War 3 это не Dawn of War 2. Как мы уже сказали, микроконтроль ушел в прошлое. Отряды — расходный материал. Вместо обкипа, удорожания содержания юнитов в зависимости от размера армии, в Dawn of War 3 действует система фаз эскалации конфликта. В начале матча, в случае смерти юнита, мы получаем назад 25% от его стоимости. При Escalation Phase 2, соответствующей примерно середине матча, компенсация составляет всего 15%, но захваченные контрольные точки начинают вырабатывать в половину больше ресурсов. И только на поздних этапах компенсация за потери составляет 0%, но со 150% бонусом к выработке ресурсов она уже и не нужна. Зачастую удобнее дать отряду погибнуть, чем гнать его назад за подкреплением на базу. Сама игра, кажется, тоже это понимает. Столь важная в геймплее Dawn of War 2 кнопка «Отступить на базу» до третьей части не добралась. Два основных ресурса — очки реквизиции и энергии — никуда не делись, но теперь оба вырабатываются на одних и тех же контрольных точках. Просто захватить контрольную точку мало. Нужно построить еще и генераторы, которые начнут вырабатывать нужный ресурс. Также появилась и третья валюта — Elite Points, использующаяся исключительно для того, чтобы впервые призвать на поле боя могущественных элитных юнитов. Очки элиты копятся долго, а самые мощные элитки еще и стоят дорого. Забудьте о том, чтобы уронить на голову орков гигантского имперского рыцаря раньше седьмой-десятой минуты матча. Элитные отряды и юниты не прокачиваются, их не нужно экипировать. У них, как правило, есть пара умений, и при их правильном использовании элитные отряды способны навести шороху и переломить ход проигрываемой стычки. Но, как и все боевые единицы в Dawn of War 3, элитки — это еще один тип расходника. Так как умерший элитный юнит уже через пару минут абсолютно бесплатно сможет вновь ворваться в бой. И не с базы игрока, а с абсолютно любой точки на карте. Система укрытий также претерпела серьезные изменения. В первом Dawn of War юниты могли получить бонус к защите, засев в воронке от снаряда или же спрятавшись за останками подбитого танка. В Dawn of War 2 пехота красиво прижималась к заборам, пряталась в домах и за мешками с песком. В Dawn of War 3 укрытие — это строго отведенная точка на карте, которую нужно занять и удерживать какое-то время, прежде чем активируется защитный купол. Выбить окопавшихся под куполом можно либо полностью уничтожив сам купол, либо с помощью штурмовых отрядов ближнего боя, спокойно проходящих сквозь энергощит. В итоге закрепиться на местности стало гораздо сложнее. На поле боя в цене мобильность, позволяющая кусать врага там, где у него нет обороны. Фракций здесь всего три, что меньше, чем было на старте у любой другой части. К чести релик, авторы не стали повторяться и во многом переработали их отличительные механики. Орки, например, научились улучшать своё оружие и даже строить боевые машины, используя металлолом, что остаётся на поле боя после уничтожения зданий и техники. Эльдары могут телепортировать свои здания и устанавливать между ними порталы для быстрой переброски войск по карте. Космодесант же, как ему и положено из названия, сбрасывает свои подкрепления прямо на головы врагам. Старые добрые дропподы — это не только средства доставки пехоты и техники, но и тактическое оружие. Ещё у космодесанта появился штандарт — временный территориальный баф, который, покуда установлен, воодушевляет воинство Императора, и Спейсмарины сражаются яростнее. Финал одиночной кампании жирно намекает, что в первом аддоне нам завезут хаос. Но пока же предавшие Императора Легиона Астартес остались в первых двух играх. Наверное, при первом приближении Dawn of War 3 больше всего напоминает стратегии Blizzard — визуально это Warcraft 3 с его гигантскими героями, а на стратегическом уровне скорее StarCraft 2. Вот только игры Blizzard характеризуют лаконичная простота, где мастерство проявляется в нюансах, а Dawn of War 3, несмотря на упрощение менеджмента базы, ни лаконичной, ни простой назвать нельзя. Различные системы здесь наслаиваются одна на другую. Перед началом матча, помимо фракции, игроки выбирают трёх элитных юнитов, которых они возьмут на матч, а также доктрины, уникальные умения и бафы фракции. Этих доктрин десятки. Доктрины армий доступны всей фракции, и вы вольны выбрать три, с которыми пойдёте на бой. А вот так называемые элитные доктрины привязаны к определённым элитным юнитам. Например, взяв одним из элитных отрядов штурмовых терминаторов, можно выбрать командный баф, что экипирует все тактические отряды космодесантов рак-гранатами. Или же предпочтёте баф присутствия, позволяющий дредноутам с разбегу врезаться во врагов, но только пока штурмовые терминаторы сами присутствуют на поле боя, комбинируя элитные отряды, элитные доктрины и доктрины армий. Вы даже две армии одной фракции можете сделать непохожими друг на друга. Но перед тем, как вы сможете выбрать ту или иную доктрину, её ещё надо разблокировать. В Dawn of War 3 появилась межматчевая прогрессия. Между сражениями наши элитки копят опыт и особую валюту — черепа, за которой разблокируются новые скины, элитные отряды и... На что же по итогу похож мультиплеер Dawn of War 3? Самая близкая аналогия, которая приходит на ум — это StarCraft II с метой Company of Heroes 2 и визуальной стилистикой Warcraft 3. От всех перечисленных игр Dawn of War 3 что-то позаимствовала, чтобы придать киберспортивного лоска. Не взлюбить Dawn of War 3 с первого раза очень легко. Она не похожа ни на одну из предшественниц, а ведь их фанбазы были и без того разделены. Пока же, спустя две недели, одно можно сказать точно. В отличие от Creative Assembly, из года в год делающей клёвый, но всегда тот же Total War, релики с Dawn of War не повторяются. Субтитры создавал DimaTorzok